Никому не нужный блог Йоу-йоу-йоу, никому не нужный блог Заросли, заросли Да, немножко похож на бездомного Посмотрим, насколько я зарасту к сотовому выпуску Выпуски пока выходят раз в неделю, так что 30 недель, ну, посчитайте сами Буду, наверное, как в старые добрые времена лохматым Нормально всё Сегодня будет что-то интересное Возможно, но это не точно Да, выпуски выходят не так часто, как хотелось бы Но это потому, что работы много А чтобы работы было поменьше, нужно, чтобы работа была побогаче А чтобы работа стала побогаче, нужно модернизироваться Да, ведь я проводил опрос в инстаграмчике Что нужно делать, что чего не нужно делать Потом понял, что этот опрос на самом деле Никому не нужного блога как такового не касается Потому что блог-то это для меня Я его просто делаю, чтобы, так сказать, выдыхать периодически Но это касается всей движухи со съемками, с вот этим вот креативом бесконечным, который надо как-то развивать, становиться лучше, работать больше, интереснее и вообще. Есть необходимость все-таки апгрейдить свои соцсети, свои сайты и прочее интернет-дерьмо для того, чтобы как бы на более качественном уровне, скажем так, это все вам преподносить. Плюс еще у нас есть компьютерная игра, которая тоже требует вот примерно такой же движухи студия и вообще, как надо вести странички в инстаграм, как таргетировать рекламу, как создавать контент-план и прочее вот это вот дерьмо. Запишем, чтобы была памятка, чтобы я сам не забыл, вот поэтому снимаю блог. Короче, решил я пообщаться с SMM-гуру, это будет Яна. Яна, привет! Что ты рассказываешь в своем очень-то неполезном блоге? Да ничего на самом деле, просто всякую чушь. На самом деле он не считается. Вот блог, это отдельная история, она остается такой, как есть, потому что она вот такая вот, короче, она просто спонтанная. У нас народ не очень любит читать, поэтому они должны понимать, в принципе, с первого взгляда, что их ждет. Вот это вот не про новую рассказ, а вот это вот не про цифру один. Короче, нужно делать обложки, урок номер один. Есть те, кто, конечно, любит читать, есть те, кто не любит, но чтобы почитать, нужно понимать, о чем речь. Вот тут я ничего не понимаю, тут кружочки. Обложки уже нельзя поменять. Уже нельзя, но их можно поменять в следующем. Think about it. О, кыся, идет кыся до сих пор, смотрите. Сколько можно? Он уже старый. Сниму тебе какой-нибудь крутой видос, или... Как, поставлю тебе какой-то крутой видос. Ага. Должно быть уникальное торговое предложение. Какое у меня? Я... Ебу собаку. Есть смысл поменять местами имя с родом занятий. Потому что, когда тебя ищут, вряд ли человек ищет Александра Лебедева. Он, скорее всего, ищет, например, оператора-постановщика. Окей. Вот. Поэтому это нужно будет поменять местами. Добавить уникальное торговое предложение. Хэштеги удаляем Киром. Санкт-Петербург сделаем активной ссылкой. Чтобы точно так же тебя находили по Санкт-Петербургу. Так, топлинг. Хотя, по-моему, прикольно. Вроде там нормально. Смотрим еще. И, возможно, имеет смысл подписывать. Возможно, имеет смысл проверить зрение. Сдаешь отдельный альбомчик. А вот. Сюда скидываешь фоточки. И ты можешь их вот таким волшебным образом менять местами. И уже примерно накидать. Они там квадратненькие, да. Они квадратненькие. Ты будешь понимать, как эта вся эта шляпа обрезается. Ты будешь понимать, как это с чем сочетается, не сочетается. И уже примерно иметь какие-то такие заготовочки. Вот. Пиштяк. Соответственно, как там шрифты будут смотреться, будут ли они читабельные. И вообще, как бы в целом, как это все смотрится. Как часто нужно делать пост, как соблюдать пост большой, как часто нужно выкладывать кучи галл. Сторис, как минимум, должно быть три штуки в день. Это утром, в обед и вечером. Для того, чтобы обеденные подвигали утренние. То есть, кто не увидел утро, такой зайдет, у него сразу все сместится, и он увидит и утренние, и обеденные. И также вечер. Нет смысла запиливать сразу же все подряд целой кучей, потому что, ну, как работают алгоритмы, так будет меньше смотреть, получится, короче, шляпки. По постам, в целом, какого-то такого критерия нет, смотри по аудитории. Если они всегда читают и реагируют, то да, по выходным старайся особо не пилить, потому что народ, кто колдилит, кто гуляет, кто еще что-то, они не особо смотрят в Инстаграм. А время? Ближе к вечеру, вообще прекрасно. Либо до полуги. Вот какие-то такие ощущения. Ну, это все, ну так, не принципиально, но влияет. Так, а рился эти? Волк, извиня, погоди. Ха-ха! Да, что за рился? Значит, рился так же, как и тик-ток сейчас, то есть, там, алгоритмов особо никаких нет. То есть, просто, кому понравилось, кто задержался, ну, все условно, там, показывают, там, 10-ти люди. Если из них, там, хотя бы 3-5 задержались дольше, чем, там, на 5 секунд, то сразу же показывают «пуяк» и еще «стат». Вот. И если интересно, то набирает больше просмотров. Поэтому должно быть, если выбирает, естественно, больше. Ну, короче, я уже повторяю. Ладно, ладно, а как часто его надо фигачить? Рилс? А, сейчас мы с знакомыми делаем такой чарлендж. Значит, пробуем выкладывать каждый день. У одной барышни за 20 дней 5000 подписчиков прибавилось. Хотя, рилс были достаточно однообразные, то есть, там, просто, красивый визуал, циточки, карусаны, там, чаечки надеваются. Даже там людей нет, вообще ничего нет, вообще. Но девочкам нравится. Соответственно, они на это все подписываются, смотрят постоянно, их, я не знаю, вдохновляет, наверное, что-то. Угу. Вот. Поэтому, а если у тебя какие-то прикольные истории, движухи, то, по возможности, как можно чаще. Думская. Нет, Думская там. А это на стене двора. Это не я. А это не я. Итак, все, мы на Думской, ребята, короче, пока. Мы пошли в Фидель бухать. СМГУРУ. Это СМГУРУ, посмотрите. У меня мама написала, подождите. Короче, как всегда, надо просто, систематически, постоянно долбиться в одну точку, и тогда все получится. Правильно? Как-то звучит очень 18+. Ну, да. Ну, да. Что-то. 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 Продолжение следует...